Выход на лед опасен, доставить товары первой необходимости в отдаленные районы округа надо. В ходе оперативных совещаний с главами муниципальных образований глава региона регулярно выясняет, есть ли нарекания у жителей сельсоветов по вопросам обеспечения товарами народного потребления. Впрочем, это не единственный вопрос, который находится на личном контроле губернатора. Жителям Наринмара нужны нормальные дороги, а не чиновники, которые бьются за свои места. Так, в нескольких словах глава региона обрисовал ситуацию с перераспределением полномочий в дорожной сфере. Администрация города тормозит передачу в собственность округа дорог, расположенных на территории Наринмара. Их содержание становится вопросом принципиальным. Регион, в свою очередь, ищет пути решения проблемы. Изменчивая погода вызывает проблемы не только на дорогах города, но и мешает окрепнуть льду. Это затрудняет доставку товаров народного потребления наземным транспортом, использует авиацию. Стоимость продукции кратно возрастает, но все затраты компенсируются окруженным бюджетом. 14 числа мы планируем вездеход, вертолет на Коткино. По Харуту и Харивер осуществляется поставка также вертолетами и ждем зимника. Надеемся, что он появится. Не обошли стороной и вопрос о получении свидетельства, подтверждающего соответствие образовательных учреждений стандартам. В округе документы ждут первая школа Наринмара и начальные школы в деревне Снопа и Чижа. Начальник управления образования и молодежной политики округа Леона Храпова заверила, что распоряжение по получению свидетельства уже готово. После этого план по аккредитации образовательных учреждений в Ненинском округе на этот год можно считать выполненным. Напомню, сейчас эта процедура проходит в Министерстве образования Архангельской области, но уже в следующем году такие полномочия будут выполнять регион. Одной из главных тем на оперативном совещании стала передача полномочий по городским дорогам округу. Из года в год весна показывает, что власти Наринмара с ними не справляется, но и не спешит избавляться от этого времени. По словам Дмитрия Рожина, администрация Наринмара считает, что дороги, находящиеся на территории города, могут быть только в муниципальной собственности. Однако он предложил два варианта решения этого вопроса. Подготовить вопрос 95-й закон совместный, который будет предусматривать, потому что на округ возлагается все полномочия по закону о дорожной деятельности и ведении этого реестра в муниципальную дорогу, либо подготовить соглашение, передавшее двух этих дорог на безвозмездный путь. Правда, при безвозмездном использовании округ сможет заниматься только содержанием дороги. А в плане постройки, реконструкции и проведения капитального ремонта у них будут связаны руки. Впрочем, регион уже разработал техническое задание на содержание уличной дорожной сети Наринмара и 6 ноября направил на согласование. Ответа все еще нет. Пока вопрос находится в подвешенном состоянии, назревает еще одна проблема. Впрочем, максимально возможного срока согласовывать технические задания, для того, чтобы мы смогли объединить, если мы их не верим, а 5 декабря мы не сможем задержать пультуру дорожную сеть с 1 января. Какими следующей весной предстанут перед нами дороги и кто будет за них отвечать, пока не ясно. Споры между городом и областью по вопросам дорог продолжаются, а времени на принятие решения остается все меньше. Закир Вафин, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Спасибо за просмотр!